Всем привет, дорогие друзья, с вами снова ядом Натаспейс, и я сегодня очень рад. Почему? Да потому что совершенно недавно, ну, несколько дней назад, конечно, выпустили новые изображения новой линейки трансформеров студийной серии. Как вы знаете, это одна из самых крутых серий, по моему мнению, по трансформерам, потому что они перевыпускают и создают новые версии трансформеров по фильмам. И со вселенной трансформеров я познакомился именно по фильмам Майкла Бея, так что они мне нравятся, ну, конечно, не все, мне нравятся только первые три части, все остальные это, конечно, просто дабы сделать деньги, да, к сожалению, на бренде. До этого даже был довольно неплохой сюжет, хоть и главный герой Сэма Уитвики довольно-таки, ну, дебил он, если честно, вот. Но в любом случае сами трансформеры были сделаны очень классно с точки зрения визуального. Конечно, про передание самих их характеров я бы мог бы поспорить там насчет этого, потому что, ну, могли сделать это все, конечно, лучше, но, мне кажется, эти фильмы создавались для такого среднестатистического американского обывателя. Ну, в любом случае, фильмы очень классные, вот, сделаны реально с размахом. Опять же, я говорю про первые три части, вот, и сюжет более-менее неплохой. Ну, и мой любимый трансформер Soundwave наконец-то получил издание в студийной серии, причем не просто, а по третьему фильму Dark of the Moon, Темная страна Луны. И эта версия, черт возьми, она затмевает собой и Deluxe-версию, выпущенную в год выхода фильма, а также и Human Alliance. Наконец-таки у Soundwave правильный Head Sculpt, и да, он действительно очень классный, хоть он тут очень пикселизированный, в любом случае, он очень-очень здоровский и похож на Soundwave, действительно. У него также имеется Laser Big, и опять же, сразу говорю, это ранняя прототиповая картинка, тут цвета не показаны, ну, естественно, он будет такой серенький, возможно, используют Silver, ну, цвет серебряный, но я не уверен, честно говоря, хотя, может, наконец-то они, это, знаете, больше денег потратят и выпустят Soundwave серебряным, тогда уж точно Hasbro и Takara всем им аплодировать будут, ура, Soundwave серебряный, а не серый, как Megatron тот же в этой студийной серии, но я не уверен, это им придется раскошелиться, они это делать не любят. В любом случае, я несказанно рад, что Soundwave перевыпускают, будет он стоить 20 долларов и выйдет в январе 2019, ой, 2020 уже года, извините, да, ждать еще полгода, но, черт возьми, ради такого я готов подождать, куплю я его, естественно, 20 долларов вообще маленькая цена, он и будет небольшим, но, в принципе, в фильме он таким и являлся, и для меня это не особо такая большая проблема, он такой средненький, да люкс-версия, но при этом выглядит очень здорово. Конечно, да, у него сзади имеется вот этот бэкпэк, ну, дабы он мог нормально трансформироваться в свою версию Мерседеса, но даже это, я, знаете, с этим жить могу, у него все по пропорциям очень даже неплохо, колеса действительно сзади на спине как должны быть, грудак у него классно сделан, голова, слава богу, классная, и ноги не худые, в отличие от Human Alliance, при этом и руки хорошие, в общем, с точки зрения пропорций здорово, не было бы бэкпэка, было бы лучше, но знаете что, я вообще не думал, что они Soundwave выпустят, так что я приму все, что они дают, и мне он очень нравится, это шикарно, можете в январе ждать обзора, ну, не знаю, когда я его куплю. Ну, супер, это, вообще, я бы видео, конечно, на этом и закончил, про Soundwave рассказал и закончил, но я знаю, что моим подписчикам не только Soundwave интересен, но еще вот, да, Bumblebee, мне на него вообще все равно, но для вас покажу картинку, вот он трансформируется в свой этот Chevrolet, и сам Bumblebee вот как выглядит, в принципе, неплохой, с точки зрения фигурки, давайте не с точки зрения персонажа, потому что персонаж меня тут уже задрал, и все про него говорят, Bumblebee, ой, какой милый, боже мой, это такой персонаж, конечно, в общем, нормальный, но мне он не особо заходит, в общем, фигурка, фигурка сделана качественно, очень здорово, мне нравится, детализация, опять же, на уровне, как и со всеми фигурками студийной серии, и, конечно, самая большая крутая вещь у Bumblebee, это его пушка, мне кажется, она всегда выглядела довольно-таки органично, и смотрелась вместе с этим трансформером довольно круто, не знаю, будет ли на нем именно такой покрас, опять же, неизвестно, это финальная покраска или нет, скорее всего, это просто прототипные картинки, потом будут гораздо более качественные, ну и, в принципе, выглядит неплохо, знаете, очень хорошо сделан, так что, если вы фанат Bumblebee, возможно, вы захотите себе версию и по третьей части. Дальше у нас вообще неизвестный чувак, я не знаю, кто это, в фильмах я его не видел, ну, может быть, я смотрел 4 фильма про трансформер, а, нет, я все смотрел, да, я все 5 смотрел, или 6, нет, их 5 вроде было, не помню этого трансформера, даже не знаю, он автобот или десептикон, не нравится мне его лицо, очень оно какое-то у него стрёмное, я уже его видел когда-то на каких-то картинках, ну, не эту версию, понятное дело, не эту версию фигурки, но мне он никогда не нравился, какой-то странный чувак трансформируется вот в такой вот бронетранспортер какой-то, ну и сам он весь такой серенький, угрюмый, с пушкой, ну и лицо, лицо меня просто раздражает, у него такие большие глаза и мелкий рот, он как какое-то насекомое, но какое-то очень неприятное, не знаю почему, но вот у меня к этому чуваку отторжение идет, ну, может, не к нему, а именно к его физиономии вот этой. Я даже не знаю, кто это, пишите в комментариях, просветляйте, вот такой вот чувак. Ну и напоследок нам еще показали три сестры-байкерши, вот эти со второй части вроде бы, тут Арси где-то есть, по-моему, вот это Арси розовая, ну сколько я знаю, где-то буквально в некоторых сценах по пять секунд показывали их и все, ну, это, в принципе, со всеми примерно трансформерами, так, кроме Оптимуса, там, Бамблби, Мегатрона, ну, в любом случае, фигурки неплохие, хоть у них, видите, тут такие стенды, но вообще, когда делают маленькие вот эти Арси, все вот эти байкеры, они немного кривовато выглядят, ну, вот серьезно, посмотрите на вот это, что это за червячок на ножках. Да, так что мне как бы, вот самое, по-моему, классное получилось, это вот эта розовая байкер, байкерша, вот у нее типа щит, вот этот в виде колеса, тут кинжал, ну, выглядит неплохо на самом деле, вот эта самая такая более-менее фигурка розовая, ну, фиолетовая, ну, а все остальные, вот эта синяя вообще недоразвитая, если честно, у нее тут, ну, в фильме они, конечно, примерно так же выглядели, но там это как-то смотрелось более все, я не знаю, гармоничнее, интереснее, ну, вот такие вот три фигурки, не знаю, может быть, кому-то из вас они понравятся, кто-то даже купит, но лично я здесь только за саундвейвом, который реально получился, ну, просто шикарно. Так что, друзья, на этом буду заканчивать данный видеоролик, всем спасибо за внимание, пишите в комментариях, кого вы из этой серии хотите купить, кого не хотите, кто вам вообще не понравился, а за кого вы готовы отдать весь свой, не знаю, весь свой кошель. Ну, лично я, конечно же, куплю саундвейва, поставлю на полочку, буду радоваться. Субтитры сделал DimaTorzok